еще две праймера подобные штуки я приобрела от maybelline color tattoo всем известные кремовые тени один оттенок creme de nude номер 93 и creme de rose номер 91 мне по тону кожи больше идет 91 розоватый чем 93 открою сразу оба чтоб примерно была видна разница несмотря на то что creme de rose вроде как темноват но он на мне гармоничнее смотрится чем creme de nude сделаю сводчик нюдового неизвестно зачем сейчас на камере кажется что кажется что creme de rose мне темный как коричневая creme de nude желтоватый вот creme de nude он реально желтоватый на мне на веках но вот этот он не смотрится на мне коричневым в общем двойственное у меня отношение к этим теням знаете они мне сушу я пожалуй сюда еще вот этот поставлю поближе это всем известный кто это всем известный номер 65 пингол уже не первый раз покупаю ну нравится мне и идет мне что я поделаю такое розовое золото очень красиво на мне смотрится мне очень нравится как это на мне выглядит но я заметила что мне они стали сушить очень сильно веки даже до того доходит что и допустим целый день проношу тени и особенно вот какие-то из этих матовых особенно вот сильнее чем шиммерные проношу весь день а к вечеру у меня раздражение даже на веках и вот в маленьких складочках века прям аж красным красно как будто как я не знала младенцев под подгузником короче плохо мне от этих теней мне очень нравится как они выглядят мне очень нравится как на них держатся сухие тени как они держатся сами по себе но теперь я поняла для себя такую вещь что я их не могу носить целый день они мне стали сушить чаль беда по-моему я показывала вам вот такие тени мне кажется что показывала это от catrice выходили они в лимитированной коллекции вот название написано и название теней да тоже написано вот здесь название цвета над штрих-кодом и самый в них прикольный факт баунси а еще то есть они такие упругие вот они и не жидкие как ну то есть не кремовые в классическом понимании и необычные сухие вот в них какая то есть такая составляющая которая как будто бы они как застывший мусс вот что я хочу сказать и этот нежно-нежно-нежно розовый оттеночек белесый розовый оттенок знаете как я их использую они у меня прям лежат в том местечке из которого я часто достаю косметику то есть у меня такой есть ящичек в котором я храню то чем пользуюсь каждый день или почти каждый день короче я вот так набираю и наношу короткими штришками на скулы и это такой офигенный хайлайтер получается такой равномерный такой мелко дисперсный такой равномерно сияющий вот как тени мне как бы вот это вот сияние ну не знаю не очень-то не скажу что идеально подходящий но как хайлайтер именно для скул для лица вот эта вещь для меня сейчас самая любимая наношу исключительно пальцами я так лучше чувствую чтобы не не стянуть тональный крем с того места куда я наношу вот этот вот хайлайтер так называем короче то у меня теперь хайлайтер для лица и недавно я была в подружке и увидела вот такие тени опять от catrice я надеюсь вам видно что там написано на русскоязычной этой маленькой аннотации это тоже тени из лимитированной коллекции и вот написано про них гибридная текстура с пудровым финишем вот таки да вот это я могу сказать что да вот тоже гибридная текстура и вот у этих теней тоже гибридная текстура они как бы не классические кремовые тени но это и необычные пудровые тени я решилась взять тоже купить у этого оттенка уже более теплое свечение видите вот здесь явно холодная розовая а вот у этого такое оно не такое уж золотое но она персиковая скорее такое персиковая тоже очень равномерное свечение такой необычный очень оттенок сюда смотрим такой очень необычный оттенок а сейчас у меня пересвечивает лампа мне кажется в жизни он при дневном скажем свете он может даже немножечко до хромить из золотистого в персиковый не знаю мне кажется сейчас когда я вот здесь кручу есть какой-то такой переходный момент да он из золотистого в персиковый в общем да такой необычный оттенок если у вас еще продается коллекция network 100 обратите внимание вот на эти тени по моему это самый светлый оттенок понятно написано c02 какой там еще c01 может быть еще интереснее но я только вот этот увидела вот такая вот была покупка тоже от catrice все стерлась упаковка я считаю неудачная это постоянная коллекция была новая постоянка я выбрала номер капучино 050 не это такие знаете странные тени которые идут вот так со спонжиком и у них не знаю наверное не будет ничего короче у них там внутри в колпачке находится тени а этот спонжик при вкручивании их касается оттенок капучино для меня но мне было просто очень любопытный попробовать поэтому я купила но так если честно я их не особо рекомендую я выбрала для себя более-менее носибельный оттенок это такой тоупово-мауловый русских слов нет тоупово-мауловый да с металлическим финишем цвет на глазах выглядит приятно но я не думаю что вот покупка вот таких теней оправданная не скажу что их как-то удобно наносить все равно под них нужна база да я их могу нанести как бы без кисти но все равно мне границы чем-то надо растушевать я не могу нанести вот линию и все и так оставить все равно мне придется взять кисти растушевать границы сама упаковка выполнена не классно как вы видите все вот это вот обтерлась хотя я не скажу что у меня эти тени прям были маст хэвные я ими так пользовалась так пользовалась да я ими может быть раз десять с момента покупки воспользовалась и этот самый максимум только потому что мне как-то хотелось оправдать покупку этих теней так бы может еще меньше бы ими попользовалась и даже за эти там максимум десять раз тут почти все постиралась с этой упаковки короче мне не понравилось я не рекомендую не знаю напишите если у вас другой опыт с подобными тенями может быть другой оттенок как-то вам больше понравился но я такие больше врать не буду большие ставки у меня были на карандашные тени под essence я выбрала 0 6 оттенок как он называется через гатамов да такой опять же мауловый хаупова мауловый что-то меня прям захватила это словосочетание дурацкое это кремовые тени форме карандаша у них тоже металлический финиш но у меня тоже делайте поправку на мою сильную лампу конечно они в свете дня прям так не горят да ну вот вот так вот такой вот у них более спокойный финиш мне еще понравился персиковый оттенок но я решила взять один и на нем потом и остановилась потому что опять же у меня на эти тени то ли аллергия то ли они мне как-то сушат века с особым образом но у меня опять-таки после целого дня ношения вот этой тени обнаруживается раздражение на веках раздражение аж до красноты и потом несколько дней у меня это раздражение ну как бы присутствует не проходит долго поэтому я не стала брать персиковый хотя держатся тени неплохо заявлено waterproof то есть водостойки по моему они действительно водостойки и пользоваться ими достаточно удобно и цена то у них достаточно но бюджетная можно сказать относительно я уже сказала что чему-то у нас эссенс и катрис вообще как-то выросли в цене так как будто это лориаль какой-то ну в общем да я лично больше брать не буду потому что лично мне не подходит по качеству по не знаю может быть по составу но объективно тени неплохие если не считать вот этого раздражения еще из кремовых немножко текстур вот я приобрела такой карандашик от арт-деко по-моему я его покупала в летуаль и он шел по какой-то дикой распродаже я за него какие-то копейки вообще заплатила по сравнению с в принципе со стоимостью арт-деко с ценой на эту косметику этот карандаш стоил копейки это мягкий карандаш в оттенке номер 97 это такой серый цвет глубокий антрацитово серый классный карандаш не скажу что прям поразил мое воображение но работает он хорошо рисует мягко держится неплохо не выкручивается я приложила усилие и вроде стал прокручиваться вот здесь вот кончик но сам карандаш не выкручивается так что вот скорее всего я не знаю либо он у меня сломан и не выкручивается либо он изначально должен затачиваться в принципе за его цену я не жалею вообще ни о чем еще одну классную вещь мне прислала оксана здесь стерлись буквы но это уже потому что я реально пользовалась этой подводкой очень-очень часто эта подводка от эвелин она черная и она идет с кисточкой с тоненькой удобной кисточкой который здорово рисовать смотреть какой насыщенный черный цвет рисует совершенно без дырок и она не расплывается и вот я накрашусь ею она у меня немножко подсохнет и я отлично ее ношу то есть она у меня не плывет не течет в течение дня я не знаю как она будет выдерживать какие-то осенние влажные погоды но пока что она у меня вела себя очень хорошо мне кажется она мне просто не доживет до очень влажных погод потому что ее уже там немного осталось я в очень ее активно пользовалась она мне очень понравилось как я уже сказала всем хороша рисует хорошо удобный для меня инструмент это тонкая кисточка и хорошо держится и цена у косметики велины все мы знаем невысока поэтому вещь однозначно стоит своих денег на области и и и и и и и